Всем привет, с вами я Алик. Сегодня новый ролик со мной, погнали. Сегодня ролик про фьючерсы, погнали. Что такое фьючерсы и как их использовать? Опытные инвесторы используют фьючерсы для хеджирования, рисков возможной просадки своего портфеля, как это происходит на практике и в чем сложность работы с этим финансовым инструментом. Фьючерсом называют контракт, который гарантирует, что покупатель купит актив в определенное время в указанном объеме по заранее оговоренном цене. Такими контрактами можно торговать, и они гарантируют исполнение сделки. Фьючерсные контракты позволяют трейдерам, инвесторам и производителям товаров спекулировать на будущей цене актива. То есть трейдеры торгуют биткоином по будущей цене, которые согласованы на момент заключения контракта. Используя фьючерс, можно прибыть к использованию кредитного плеча заменных средств, увеличивающих объем покупки или продажа актива, тем самым объем потенциальных прибыли или убытков использования на практике. Фьючерс можно использовать как торговый инструмент для хенджирования рисков. Для этого необходимо продавать фьючерсы на сумму криптовалютного портфеля, для того чтобы нивелировать риск его возможной посадки. Финансовые результаты от продажи фьючерса будут покрывать убыток от снижения портфеля. Попытки покупать и продавать фьючерс, торгуя активно, чаще всего несут меньший смысл. Риски и сложность фьючерс – это сложный финансовый инструмент, который не рекомендует использовать такие контракты новичкам. Необходимо понимать, что для получения прибыли нужно покупать активно на спорты рынке и продавать соответствующие фьючерс. Трейдер будет в выигрыше только в том случае, если цены фьючерса и спорты сблизятся. Нужно понимать, что шорт – это всегда не беспроцентный заем денег у биржи, что, несомненно, влияет на финальную цифру прибыли. Торгуя фьючерсами, трейдер должен балансировать между желанием заработать и пониманием необходимости фиксировать убытки на заранее определенных уровнях. При этом рынок криптовалюты, в отличие от классических рынков, были глубоко коррекционны. Поэтому часть уход цены против фьючерсного трейдера с убытком в начале. И последующее движение в ожидаемом направлении – частая картина. Насколько прибыльная криптовалютная торговля фьючерсами? Она может быть очень прибыльной, если ты будешь правильно регулировать риски. Для обычных трейдеров это может быть более прибыльной, чем майнинг биткоина. Учитывая, что последнее требует дорогостоящего оборудования. Это наилучший сценарий. Но как в любом другом форме торговли, существует значительный риск, который не следует игнорировать. Торговля с кредитным плечом – это важнейшая особенность маржинальной торговли, которую сегодня предлагает большинство торговых платформ с фьючерсами, например, Gate.io. Используя кредитное плечо, трейдеры могут увеличить потенциальную прибыль. Ну и риск увеличивается параллельно кредитному плечу, который включают в сделку. Торговля с большим кредитным плечом может принести тебе большую прибыль, если ты уверенный и опытный трейдер. Каким бы опытным и продвинутым трейдером ты не был бы, но все равно есть риск, что позиция будет ликвидирована. Фьючерсы, как по мне, рисковая тема. Ты можешь заработать много и сразу же потерять эти деньги. Кстати, подпишись на телеграм-канал Росиксона, там много интересного. Еще есть конкурс от Gate.io Кубок Мира. Потроговляй с фьючерсами на Gate.io. Ты можешь присоединиться к нашему клану. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok